МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Обрушение фасада в центре Барнаула. В доме ввели режим повышенной готовности. Есть погибшие и раненые. В Барнауле проводят проверку по факту смертельного ДТП на ленточном бару. В Бийске усиленно откачивают воду, которая затопила проезжую часть. Перевозчики меняют маршруты или вовсе не выходят на рейс. Некоторые перевозчики Бийска сегодня не вышли на маршрут или сменили часть маршрута из-за огромных луж, затопивших дороги. Главным образом улицу Социалистическую. Судя по фото, уровень воды там скрывает шины автомобилей. Скрывает вода и многочисленные ямы и неровности на дороге. Поэтому автобусы и маршрутки едут медленно и опаздывают. Их нужно чаще ремонтировать. Но что более опасно, у автомобилей могут отказать тормоза. В администрации города поясняют, что лужи с улицы Социалистической сегодня усиленно откачивают с самого утра. Такую работу ведут и на других потопленных участках дорог Наукограда в круглосуточном режиме. За день спецмашины совершают до 15 рейсов, заполняя цистерну на 10-15 кубов. И, похоже, с таким режимом работы и неудобствами придется смириться. Этой зимой грунт промерз на полтора метра, поэтому почва не может впитать весь объем воды. Плюс к этому на Социалистическую улицу стекают талые воды садоводств. Убирать талую воду с городских улиц сейчас помогает и служба спасения. Ее специалисты в эти дни работают на улицах Чайковского, Ломоносова и Можайского. К другой теме. Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло на объездной дороге в Ленточном Бору. Авария произошла накануне вечером в Барнауле. Два человека погибли. Еще двоих госпитализировали с травмами. Одной пострадавшей помощь оказали на месте. Предварительно установлено, что 46-летний водитель, управляя автомобилем Ниссан при движении по шоссе Ленточный Бор от Южного тракта в сторону улицы Кутузова, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Джак под управлением 25-летнего водителя. В результате происшествия водитель Ниссана и 29-летняя пассажирка, которая находилась в Джаке, от полученных травм скончались на месте аварии. Пассажирка Ниссана и водитель Джака госпитализированы в городскую больницу номер один. Еще одной женщине, ехавшей в автомобиле Джак, оказана медпомощь на месте происшествия. По данному факту, сотрудниками полиции проводится проверка. Режим повышенной готовности ввели в Барнауле на многоквартирном жилом доме по проспекту Строители 4. Здесь на уровне пятого этажа обрушился фасад. Из-за ЧП пришлось даже перенести остановку общественного транспорта. Ситуацию взял на контроль глава города Вячеслав Франк. Накануне жители барнаульской многоэтажки обратились в администрацию железнодорожного района. С их дома посыпались декоративные гипсовые элементы фасада. На место происшествия выехали власти города и района. С помощью спецтехники коммунальщики убрали опасные фрагменты фасада, а также приняли меры по ограждению дома. В связи с погодными условиями произошло намокание штукатурного слоя и кирпичной кладки на балконной части, на двух балконах, по адресу строителей 4. Происходит отслоение и обрушение этой штукатурной кладки, в связи с чем опасное место у нас огорожено. Выездное совещание по ситуации на доме провел глава Барнаула. Он поручил обеспечить безопасность горожан в районе проведения работ. Глава администрации железнодорожного района Андрей Курышин пояснил, есть риск обрушения части балконов, однако на сегодняшний день нет необходимости отселять жильцов. Одна специализированная организация здесь, вторая в квартирах. Уже пригласили собственников, они в квартирах смотрят есть ли какое-то разрушение, либо нет. Добавим дом 1955 года постройки. Чтобы не допустить ЧП, территорию здания огородили, сформировали коридор для пешеходов, а также перенесли остановку аптека на 50 метров вверх по проспекту строителей. Мария Костолева, День с толком. Помогает талантливым тренерам, школам, творческим коллективам, мобилизованным и их семьям. В девятый год фонд депутата Государственной Думы Александра Прокопьева развивает социальные проекты. Существует фонд «Наличные средства депутата». Его миссия – поддерживать инициативы, содействовать консолидации сил общества, власти и бизнеса. Итоги 2023 года подвели на заседание Попечительского совета фонда. Обсудили, что сделано и наметили планы на предстоящий 2024 год. Подробнее в сюжете. Спасибо вам огромное, что находите время для нашего взаимодействия. Они давно работают вместе. Во время пандемии машинами распределяли антисептики для больниц, поликлиник, школ и муниципалитетов. Оценивали грантовые проекты и обращения общественных организаций. На этот раз собрались, чтобы заслушать отчет за прошлый год. Бюджет фонда на 2023 стартовал с 22 миллионов рублей. Позже его скорректировали до 36. Бюджет увеличился, поскольку к постоянным задачам добавилась поддержка участников СВО. Последнее, что мы с вами выбрали, на что сориентировались, это рентгены были и машины медицинские. Как раз вот в Ростове я их передавал нашим ребятам. Эту тему отдельно сегодня обсудим. Может быть, какие-то мысли есть. К обсуждению подключились все попечители фонда. СВО тема важная, многих касается лично. У меня дядя там тоже так же после ранения сейчас опять на передовой, опять звенит, опять вот эти рентгены. Я прекрасно понимаю, почему они нужны, конечно, за машины, чтобы успеть где-то до госпиталя довезти. Ну, вытаскивают, да, они работают, конечно. Так что огромное вам спасибо. Я считаю, что в условиях специальной военной операции другого применения денежным средством просто и быть не может. Отчет о грантовой поддержке школ Кытмановского района совпал с получением инструментов для общественно-полезного труда. По 400 тысяч рублей в 23-м году получили пять учебных заведений. Победители школьного проекта на общее благо. Ну вот они садом-огородом будут заниматься и хозяйственными делами, и строительными. Поддоны, газонокосилки, мотоблоки и другой инвентарь. Целая газель отправится в Октябрьскую и Семенокрасиловскую школы Кытмановского района. Представитель района в попечительском совете Виталий Титов доставит груз победителям конкурса. Его школа тоже получила свой грант. Пять-шесть ножовок на весь класс, это проблема большая. А тут 400 тысяч на кабинет технологии у мальчиков. У нас единственная школа, которая делится на технологии у девочек и на мальчиков. И, конечно же, закупили все, что нужно на сегодняшний день по федеральным образовательным стандартам. Бийский педагогический колледж, где проходило заседание попечителей, тоже давно и плодотворно сотрудничает с фондом. За все годы существования, а это более восьми лет, основная миссия фонда – поддерживать тех, кто сам социально активен. Мы взаимодействуем с волонтерскими, ветеранскими и другими организациями, трудовыми коллективами. Учебными заведениями находим единомышленников в социальных сетях. Это кратно увеличивает число вовлеченных людей и объем помощи. По уставу наступил момент, когда состав попечительского совета необходимо переизбрать. Но все, без исключения члены попечительского совета, выразили готовность продолжить работу еще на 4 года. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Песни Шамана, Газманова и группы Любе могут включить в школьную программу. Автором такой инициативы выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он направил свое предложение министру просвещения. Что о таких нововведениях думают барнаульцы, выясняла наша съемочная группа. Я считаю, что это прекрасное решение. Я полностью поддерживаю. А вы знаете какие-нибудь песни из их творчества? По-моему, «Я русский». Это оно? Это оно. Как вы думаете, целесообразно ли это? Нет, конечно. Почему именно Шамана и Газманова? Вопрос сразу возникает. А, патриотика. Ну так разве настолько Шамана, Газманов, патриотика? Внесения песен нет. А патриотическое воспитание, ну, конечно. Я думаю, что оно в каждой семье есть. Родители своим примером детей в первую очередь воспитывают. Я считаю, что надо все-таки как-то за родину думать о родине, чтобы дети думали с ранних времен, где они проживают, в какой стране, что их любят здесь, какие они есть. И вы думаете, песни в этом помогут? Ну, как минимум настроение передает, если то да. Не сильно поможет детям, но хуже не будет очень. Будут петь на уроках, вот как мы раньше пели, там в опале березка стояла, типа того? Серьезно? Ну, нет. Я не согласна к такому. А почему? Ну, тогда уж пусть воль что-то современное, чтобы этим было интересно. Потому что, ну, кто такой Газманов, они его знать не знают. Может и нормально. Почему? Ну, патриотизм какой-то все равно несут. То есть думаете, это поможет? Ну, не то, чтобы поможет, но какое-то развитие может. Да. Да, да, да. Не шуточные страсти развернулись между родителями учеников второго класса в одной из школ Барнаула. Между детьми, а после и между их родителями возник такого накала конфликт, что для его разрешения стороны обратились в Комитет по образованию, полицию, прокуратуру и другие профильные ведомства. Однако проблема осталась. Конфликт обостряется. Стороны настаивают на публичном обнародовании их проблемы. Иначе, считают они, ответственные лица помогать им не будут. А значит, дети не смогут спокойно учиться. Подробнее в следующем сюжете. Один из барнаульских лицеев – второй класс. Он же ежедневное поле битвы. Зачинщик, и он же главный боец, по мнению большинства, особенный ученик. Его шалости, которые начались давно, переросли в драки с серьезными последствиями. Он толкнул моего ребенка, и дочь у меня получила травму, закрытую и тупую. Произошло это после уроков, когда все дети дружно выстраиваются колонной, и учитель их сопровождает до раздевалки. У нас класс находится на втором этаже. Так получилось, что мой ребенок отстал, и сзади нее шел Михаил. Она говорит, мам, я повернулась, посмотрела, он идет за мной. Я знаю его уже, вот эти все выходки. Я повернулась к нему лицом и шла спиной назад. Он ее догоняет, толкает, она падает. Рентген, больничный МРТ, стресс-психолог. У ребенка подозрение на компрессионный перелом, рассказывает мама девочки. Беседа с мамой обидчика конструктива не добавила. Пострадавшая сторона написала заявление в отдел по делам несовершеннолетних. То есть здесь у нас прописано, согласно судебно-медицинской экспертизе, что у нас травма получена, вот постановление, что отказано в возбуждении уголовного дела, так как он не достиг возраста 14 лет. Это что, 115-е вообще. Но мама мальчика, которому поставлен диагноз синдром дефицита внимания, подала встречное заявление за царапины. В тот же день в школе произошел еще один инцидент. Ребенка на перемене догнал, схватил за волосы, у нас волосы длинные, и поцарапал возле глаза. Она у меня и ревела, там вообще, ну потому что синяк. По словам родительниц, дети боятся мальчика, поэтому стараются держаться от него подальше. Но у ребенка особенности в развитии, и это важно учитывать всем участникам образовательного процесса. Позиция второй стороны. Имеет нарушение активности и внимания. При этом ребенок не относится к категории с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ. И в школе нам показана обычная программа, обычная школа, то есть все как обычно. Но при этом ребенок требует индивидуального подхода. По словам Татьяны Зель, дома этот подход организован. Четкий распорядок дня, регулярные беседы о правилах поведения, спланированный досуг. Мальчик ходит в секции активного спорта, футбол, плавание, коньки. У ребенка обязательно находится под наблюдением медицинских специалистов. Это проходим постоянные плановые лечения, при необходимости вне плановые бывают. Вот, то есть с ребенком обязательно занимается психолог. Татьяна говорит, родители одноклассников ее сына во многом сами обостряют ситуацию. Настраивают своих детей против ее ребенка. Кто-то учит не общаться, кто-то давать сдачи. Дети не понимают, что происходит. Они не находят ответа от родителей. И в результате мой ребенок подвергается давлению психологическому. То есть дети начинают на нем шутить. Женщина поведения сына объясняет защитной реакцией. Но родители одноклассников убеждены в другом. Мы выходим в школу, он опять ее. Я тебя фрежу, я тебя покалечу, я тебе сделаю еще больнее. То есть мы, получается, девятого в школу ходим, десятого мы не ходим. Я успокаиваю ребенка, у него истерика. Мама, я не пойду, я его боюсь. Мой ребенок заступился за друга. То есть Миша вставал два раза за урок и пытался просто, как сказать, подходил, в общем, к мальчику, к другу, к его и требовал от него машинку. Мой ребенок просто встал и попросил Михаила сесть. А Михаил вцепился ему в лицо, когтями, можно сказать. Потому что у моего ребенка прям просто была пятерня на лице. Запис с камеры наблюдения, которая установлена в классе, по какой-то причине отсутствует, подчеркивает Екатерина Шефер. Мама мальчика описывает ситуацию по-другому. Дети не поделили машинку. В результате третий ребенок, который вообще к этой машинке не имел отношения. Но поскольку был конфликт на уроке между детьми, он подошел и попытался силой усадить моего сына за парту. То есть силой физическое воздействие. Соответственно, ребенок начинает защищаться. То есть его схватили, он оттолкнул в ответ. На данный момент у нас пять случаев ПДН. В школе четыре случая, которые дошли до полиции, до ПДН. И в садике, вот мы были с этим мальчиком, тоже случай был, где девочке нанесен был телесный вред. Особые отношения учителей к особенному мальчику родителям тоже не по нраву. По их словам, мальчик может встать и ходить по классу, отвлекать других детей. Это мешает учебному процессу и усвоению материала. Они его хотят защитить, они хотят его социализировать, они хотят из него сделать лидера в классе. Но как сделать из него лидера в классе, если он у нас полкласса поперебускал? По словам Татьяны Зель, перевести своего ребенка на надомное обучение или отправить его в частную школу, в малокомплектный класс, возможности нет. Мы даже писали заявление со всеми родителями, 26 человек нас, практически все. Мы писали заявление, что мы хотим уйти из этого класса. Нам пришел ответ от администрации школы, что нет таких технических возможностей. Конфликтная ситуация обострилась настолько, что обе стороны обратились во все возможные инстанции. Мы, в свою очередь, направили официальные запросы. Из ответа уполномоченного по правам ребенка в край ясно. Проверка совместно с городским комитетом по образованию проведена. Меры приняты. Внесены дополнения в план воспитательной работы в части сплочения классного коллектива. Разработаны мероприятия по организации перемен в начальной школе. Разработана программа психологического сопровождения обучающихся. Принятые меры с целью разрешения конфликтной ситуации среди родителей обучающихся. Нарушений прав несовершеннолетних обучающихся при реализации данных мероприятий в настоящее время не выявлено. Мальчика поставили на учет ПДН. Полиция продолжает проверку. Но от этого не стало легче. Проблема не решена, утверждают стороны. Одна из них подчеркивает, дети в школе по-прежнему не в безопасности. Другая утверждает, все профильные структуры проводят недостаточную работу для нивелирования конфликта и выстраивания необходимого диалога. Мне поступило по средствам ватсапа предупреждение, скажем так, о том, что будет направлено коллективное обращение родителей в органы опеки. На изъятие ребенка из семьи. Ребенок у меня на следующий день приходит со школы и спрашивает, мам, а когда меня в органы опеки заберут, меня в хорошую семью передадут или нет? Независимые эксперты говорят, проблема кроется в том, что система образования не приспособлена для детей с особенностями в развитии. Чтобы комфортно учиться всем, ее нужно модернизировать. А между тем, серьезно отнестись к происходящему в барнаульской школе просят обе стороны. Иначе, говорят родители, не избежать еще более серьезных последствий. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. Откуда взялась легенда о голубой даме, почему барнаул так называется и как быстро растут алтайские горы? Ответы на эти вопросы знают наши юные телеведущие. В эфире телеканала Толк появилась новая программа «История Алтая. Азбука любопытных фактов». Над этой передачей работают дети. Несмотря на это, там все по-взрослому. Подробнее в сюжете. За этим названием на Бокузе скрывается так много легенда и фактов, мы попробуем выбрать самое любопытное. Первые и уже уверенные шаги в телевидении. В этих стенах подростки изучают то, чего не знают даже многие взрослые журналисты. Приемы монтажа, написание сценария, как выставить свет и доступно рассказать о сложном. В январе на базе телеканала Толк начала работу образовательная площадка технопарка «Кванториум-22». Школьники могут бесплатно освоить программы «Профессиональные мобильные фотографии» и технологии видеопроизводства. За небольшой короткий срок мы уже прокачали свои навыки. Мы учимся монтировать, мы учимся работать с камерой, учимся выставлять свет. И это действительно важные навыки для человека, который стремится идти в эту стезю. Ребятам предложили создать серию видеоподкастов. Называется проект «История Алтая. Азбука любопытных фактов». Он создан при поддержке гранта губернатора в сфере деятельности социально ориентированных НКО. И это первый проект детского телевидения, который открыл «Кванториум». Каждая буква алфавита, новый выпуск и интересные факты. Без нудных лекций дети и сами изучают историю края и знакомят с ней зрителей. Мы не предлагаем каких-то больших материалов, нудных лекций. Мы даем лишь любопытные факты для того, чтобы заинтересовать, для того, чтобы наш зритель посмотрел и сказал, действительно, любопытно. Зайду по гуглу дополнительно и посмотрю расширение этой истории. Первоначально считалось, что «барнаул» в переводе с казахского языка означает «хорошее стойбище» или «аул барна». Алтайские горы продолжают формироваться. Они растут в среднем на полтора сантиметра в год. И живем мы в зоне сейсмической активности. Голубая дама – это призрак влюбленной женщины, не ношающей покоя в загробном мире. Она бродит по «Барнаулу» больше века. Важно, что ученики не просто пишут в стол, а еще могут увидеть себя в эфире настоящего телеканала. Первые серии «Азбуки любопытных фактов» уже можно увидеть на телеканале «Толк». Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком. И к новостям спорта. Впервые за много лет на чемпионате России по художественной гимнастике наши девушки завоевали медали. Сборная Сибири забрала третье место в командном многоборье. Среди них и воспитанница Алтайской школы гимнастики Алина Перфилева. Наша съемочная группа встретилась с девушкой и узнала, за счет чего получилось завоевать медали и что приходится преодолевать, чтобы исполнить свою мечту. Мне там подарили медальницу, я говорю папе, что вот нужна медаль, помоги мне повешать. Я говорю, зачем тебе медальница, если тебе нет медали с чемпионата России. Мечта детства и мотивация отца завоевать медаль чемпионата России. Алина Перфилева в свои 20 уже мастер спорта международного класса. Победителю различных турниров, в том числе международных. Однако медалей чемпионата страны в копилке еще не было. Хотя в художественной гимнастике девушка уже почти 18 лет. Меня отдали в 2,8. Понятное дело, что лет до 5 я училась самому основному. То есть как правильно ходить, как тянуть ручки. Помню, как приходила примерно за 30 минут до начала тренировки и с тренером училась прыгать. Через скакалку у меня это плохо получалось. В 7 лет у меня случилась серьезная травма. То есть мы поехали в Корнелл Тай на соревнования и бесились с девочками перед выступлением. Понятное дело, тренеры судили, не следили за нами. В общем, мы играли, я упала. Меня уронила девочка и я сломала спину. У меня был компрессионный перелом трех позвонков в грудном отделе. Не бросив спорт и пройдя курс восстановления, Алина вернулась в художественную гимнастику. И это было верным решением. Спустя время она попала в состав сборной России. До этого став лучшей на городском, краевом и сибирском этапах. Но только через пару лет сборной воспитанница алтайской художественной гимнастики реализовала свою мечту. В начале марта в Москве на чемпионате страны, где выступали сильнейшие спортсмены из 44 регионов, сибирячки покорили всех и самих себя в том числе. По итогам командного многоборья наши девочки выиграли бронзовые медали. Мы стали третьей благодаря тому, что у нас была очень сильная команда. То есть были девочки, которые в прошлом году еще выступали по юниору. Мы показывали высокий результат. Также несколько человек из нашей команды входит в состав сборной страны. И это высокий уровень. И на первом месте стояла сборная Москвы. На втором центральный федеральный округ. И тройку замкнулось сибирский федеральный округ. Ну и тут без драмы не обошлось. Перед стартом чемпионата страны у Алины случилась травма ноги. Однако, собрав всю волю в кулаки, включив характер чемпионки, она смогла выступить. И это решение вновь оказалось верным. Сейчас спортсменка восстанавливается, а уже в мае вновь начнет свой путь за медали на всероссийском турнире. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Ну а на этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а далее погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова